Всем привет! Меня зовут Молчанов Павел, это FATAR.RU и новый выпуск про свет, где мы будем работать с постоянным светом от компании ZECAM. У нас сегодня два прибора, ZOLAR Vega 30C и ZOLAR TOLIMAN 30C. Погнали! Сегодня на съемке нам поможет прекрасная модель Sabina. Подписывайтесь на ее соцсети, они где-нибудь здесь сейчас появятся. Мы поработаем с фотографией и поснимаем видео, раскроем все возможности этих приборов. Ну что, мы сейчас начнем с такой стандартной достаточной истории, просто обычный портретик. Мы используем сейчас софт небольшой с сотой, потеря света, поэтому присутствует. На максимум у нас сейчас светит прибор. Прибор этот биколорный, баланс белого 4500. Вообще, в целом, качественно сделано освещение, то есть написано 4500. 4500 я выставил в CAPTCHA ONE и действительно у меня хорошие натуральные тона и цвета кожи и одежды. Несмотря даже на то, что у меня сейчас насыщенность Saturation выкручена в плюс 30, а это ну как бы сильно показало бы какой-то неправильный сдвиг, либо фиговое качество света. Почему вот такая простая сейчас картинка? Мы сейчас поработаем с фоном, расскажу вам, покажу в чем вообще полезность RGB приборов и особенно почему это круто в связке биколор плюс RGB. У нас сейчас достаточно стандартная схема по освещению очень простая и доступная. Мягкий источник света светит на модель. Сота мы используем для того, чтобы разлета большого по света не было. И второй источник света у нас сейчас освещает фон. Они оба выставлены на баланс белого 4500, поэтому никакой там разницы в освещении не будет. Картинка обычная, стандартная. Мне кажется, вполне себе подходит для каких-то коммерческих съемок, когда вам не нужно ничего сверхъестественного делать. А теперь давайте скажу, зачем нужен RGB и почему с ним удобнее работать. Я думаю, многие фотографы, ну и видики в том числе сталкиваются с тем, что приходится менять фоны, либо чтобы как-то сделать интересным цветным фон, накидывать на него фильтры. Это, ну, во-первых, занимает время, во-вторых, вам нужно будет постоянно мэтчить яркость прибора. То есть вы накинули какой-нибудь эффектный фильтр, соответственно, он свет сожрал, вам нужно это скомпенсировать мощностью, на это уходит время. Когда вы работаете с RGB-прибором, вам ничего такого делать не нужно. То есть сейчас вот мы подберем свет, давайте сделаем такой прям ядрёно-розовый и сделаем картинку с ним. То есть яркость у нас осталась абсолютно та же, а вот фон выглядит уже совсем по-другому. То есть, в принципе, за считанные секунды под любую задачу, под любой там цвет одежды и так далее, вы можете изменить фон и, блин, это кайф. Приложение работает очень удобно. Единственный момент, что приборы не забудьте устанавливать антенку и не забудьте её дома, если вы куда-то выезжаете с прибором. Без этой антенки радиус работы достаточно маленький, наверное, около 3-х метров, 4-х по прямой видимости. Если есть стены, то без антенки вы работать с приложением попросту не сможете. Вообще, в целом, действительно, оно очень удобное. Есть и цветовой круг, есть и CCT-мод, в котором вы можете выбирать баланс белого, тинт и яркость прибора. Здесь вы выбирайте полностью по всему цветовому кругу, любой оттенок. Ну, это тоже прям очень здорово. Сейчас мы будем использовать три прибора. Один из которых бикалорный, с ним проще всего работать в контексте правильного баланса белого и оттенков кожи. И два эффектника, которыми мы будем освещать фон. Один прибор у меня сейчас находится за моделью. Там такая ребристая поверхность из нескольких арок. Свет светит, ну, в контур, я думаю, что вы можете это заметить, по направлению луча. Модель у меня стоит так, чтобы свет четко на нее этот не попадал, чтобы не получался такой очень острый, агрессивный цветной абрис на ней. Она находится в тени от стены этого прибора. Также флагом закрыт у меня сейчас этот прибор, чтобы не залетал прямой свет в камеру, чтобы не было нежелательного блика. Второй прибор у меня выставлен на синий цвет, такой сильно прям насыщенный, капитальный. И светим мы слегка через отражение, но и напрямую по правой стороне кадра, по белым аркам, чтобы еще частично дать, ну, как бы, второй цвет, который будет вторить и стене синий покрашенный, и вот позади элементу, такому синему ящичку, плюс, короче, одежде. Если бы мы это все дело использовали через фильтры, мы, наверное, не смогли бы настолько четко подобрать цвет, который нам необходим. Все равно мы ограничены фильтрами, а их там не 360 миллионов оттенков, поэтому с RGB приборами проще. По интенсивности весь свет у меня сейчас светит на максимум. По настройкам камеры я сейчас снимаю на 1,4 секунде диафрагмы 2,8 ISO 1250. Четырехсотую секунду я использую, потому что снимаю на длинном фокусном расстоянии и камера с большим разрешением, то есть, ну, на 1,2 у меня будут микросмазы, не кайф. Сейчас я поснимаю на широкую достаточно линзу на 35 миллиметров, открою полностью диафрагму, уменьшу ISO, то есть, таким образом у меня фончик приятно подмоется. В общем, картинка будет выглядеть интересной. И, забегая вперед, продолжим мы сейчас снимать видео на открытой диафрагме. В работе фотографа этот свет пригодится тем, кто любит экспериментировать с цветными какими-то фильтрами, с нестандартным, действительно, освещением. Что касается мощности, конечно, его нельзя соизмерить с импульсным светом, то есть, вам придется снимать, ну, на ISO как минимум, да, там, 320-400. Сегодня мы снимали на ISO 1600 и 1250. В целом, для современных камер это вообще ерунда, то есть, картинка будет качественной, офигенской. Плюс, я снимал на коротком шаттере, тоже все замечательно. По качеству самому света тоже никаких претензий нет. Для Bicolor это CRI не менее 98, для RGB не менее 97, что, на самом деле, очень такие профессиональные классные показатели. Удобство работы, вообще, все на высоте. Мне кажется, что подобный свет даже легко можно использовать в каких-то коммерческих таких продакшн съемках, да, когда вам необходимо очень быстро менять, адаптироваться, адаптироваться с цветом и светом на локации, поэтому класс. Давайте расскажу вам подробно про внешние характеристики этого прибора. Прибор выполнен из металла, все на ощупь очень приятное, сборка качественная, никакого люфта нет. Еще один интересный момент. RGB-приборы от Daylight отличаются вот этими вот вставочками цветными. Здесь они желтые, у Daylight они оранжевые, то есть, в принципе, на съемке даже в темноте будет видно, где какой прибор у вас установлен. На задней панели есть у нас DMX-in, DMX-out, Ethernet, подключение к V-mount и подключение от сети. Все подключение происходит у нас через балласт. На балласт вы можете повесить два V-mount, что позволяет вам с этим прибором вообще тусоваться в полях. Это тоже очень здорово. По подключению, опять же, все обозначено, где вы подключаете сеть, где вы подключаете V-mount, то есть, если вы от него будете работать. По самой менюшке все тоже в целом очень удобно. Кнопочки F1, F2, F3 сразу подписаны, на что они влияют. В данном случае у нас активная F3 — это интенсивность. Крутилочку вращаем и регулируем от этого мощность прибора. Здесь очень много всевозможных эффектов, и также как легко через приложение, они у нас подключаются, то же самое, можно выбрать здесь. И классно, что здесь есть еще отдельно даже кнопочка «Вы какие-то специальные эффекты либо фильтры закидываете в избранные и имеете к ним мгновенный просто-напросто доступ». Через меню выбираете, в каком режиме вы хотите работать. Ну, давайте посмотрим TCT Mode. Здесь мы выбираем баланс белого. Кстати, баланс белого здесь просто гигантский разброс от 2000 кельвинов до 20000 кельвинов, то есть, пушка. Green Magento, да, то есть, оттенок здесь мы также выбираем. Кстати, вращение тоже происходит нелинейно. Если вы резко задали вращение, видите, то есть, прям свет сильно меняется. По чуть-чуть вы можете накручивать, как вам нравится. Здесь есть еще отличное менюшка. Это гели. И здесь они у нас выставлены непосредственно по маркировке международной. Здесь у вас есть лист из всех, наверное, гелей, которые присутствуют. Опять же, с их маркировкой. Это очень круто и очень удобно. И есть еще один интересный момент. Ну, давайте мы выберем, к примеру... Нет, что-нибудь такое более... Да. Вот этот. И здесь, нажимая кнопочку, мы смотрим, как этот фильтр будет выглядеть при теплом балансе, при 3200, при daylight. То есть, одной кнопкой переключаем, смотрим, как вся эта штука выглядит. Ну, на самом деле, здорово. Если гель нам надо резко снять, F2, все. То есть, видим, как эта картинка выглядит без него. На самом деле, это очень удобно. Еще к внешним особенностям стоит отнести, ну, вентиляцию, да, хоть она и внутри. Работает очень бесшумно. Сейчас мы проснимали где-то порядка полутора или, наверное, даже двух часов. На максимальной мощности никакого шума не возникло. И еще к конструктиву необходимо отнести такую важную штуку, как рассеиватель. Здесь он поставляется в комплекте, снимается очень легко. И вообще, этот рассеиватель мега качественный. За счет его положения, ближе или дальше от источника света, вы также можете еще условно фокусировать свет, да, то есть, сделать или более рассеянный, или менее рассеянный угол. Еще, наверное, вот не могу не отметить про рассеиватель то, что если вы снимаете предметку и, ну, либо какие-то блестящие поверхности, это могут быть, там, очки, да, на модели. Если рассеиватель некачественный, то вы увидите вот эти точечки, да, то они будут отражаться здесь. Ничего подобного нет. То есть, я думаю, вам по видосу даже по картинке видно, что нужно очень-очень присматриваться, чтобы увидеть сами диоды, которые находятся внутри. Это действительно очень, вообще суперский рассеиватель. Если так получилось, что у вас нет смартфона, чтобы подключить эту штуку по Wi-Fi или по Bluetooth, то в комплекте идет дистанционный, ну, как, дистанционный, короче, да, дистанционный пульт проводной, пять метров у него это кабло, но через него вы можете также абсолютно удобно, легко, комфортно работать с прибором. То есть, если он подвешен куда-то далеко и высоко, здорово. А теперь давайте поснимаем видео, посмотрим, на что эти приборы способны. Видео мы сегодня будем снимать на Sony i7s3, которое позволяет нам снимать 4К в 120 кадров в секунду. Почему выбрали подобную настройку? Во-первых, мы сможем полноценно оценить яркость цвета, то есть достаточно вот этих вот 250 ватт LED-света для того, чтобы снимать замедленную съемку. Во-вторых, посмотрим, как потом на посте будет видно, насколько это качественный действительно свет. По фото, в принципе, я понял, но посмотрим еще по видео, как все это будет тянуться. Ну, еще один момент, поскольку мы снимаем 120 кадров в секунду 4К, достаточно большой битрейт, это 600 мега, битрейт в секунду, если там даже не больше, честно говоря, уже не помню. Важно использовать нормальные быстрые карты, ну, либо внешний рекордер. Внешнего рекордера пока нет, а Томас, мы тебя ждем, а мы будем снимать с обычным внешним монитором. И флешки будем использовать CFexpress от Delkin Black, 160 гигов, самое быстрое, что сегодня есть, самое надежное. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok В заключение хочу отметить, что приборы достаточно классные и по своему конструктиву, по возможностям вообще прям топчик. Действительно заряженные, наверное, на любые съемки. И здорово отметить, необходимо отметить, что в скором будущем нас ждут приборы 2 к 1, то есть пошире. И еще компания Zicom обещает выпустить приборы с байонетом Bounce. Это тоже очень здорово. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментарии. Всем пока!